Приветствую вас и сразу хотел бы сказать, что в рамках ответа на ваш вопрос, именно в рамках ответа на ваш вопрос, будет раскрыта основная суть проблемы. Я постараюсь вам дать какие-то рекомендации. Иначе, для того чтобы в корне изменить ситуацию, вам необходимо, наверное, пройти несколько бесед со специалистом, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе, для того чтобы понять, как случилось так, что у вас проблемы с семьей вашего мужа. Потому что, да, его мама виновата. Да, его мама определенно видит вас в соперницу, его мама определенно хочет, чтобы вы ушли, его мама хочет, чтобы ее сын был с ней, ее мама до сих пор не может отделить себя от своего ребенка, это безусловно понятно. А сын, то есть ваш муж, находится в отношениях со своей мамой. И воспринимая свою маму как, ну, очень близкого и дорогого ему человека. И сказать что-то против ей для него тяжело. И его надо бы здесь понять. Хотя, безусловно, это не означает, что он поступает правильно. Понимаете, в чем дело? Вы не написали того, сколько времени вы вместе со своим мужем, сколько вы с ним в браке. Не написали вы того, есть ли у вас дети. А если нету, то, соответственно, планировали ли вы их, планировали ли вы детей. Если нет, то почему? Как, как долго продолжаются вот эти вот проблемы с мамой и мужем? То есть, были ли они у вас всегда эти проблемы? Или они начали с какого-то определенного периода? Каковы ваши отношения с мужем? И так далее. Вообще, эти вопросы, как вы понимаете, нужны ответы. А ответов, естественно, нет. Потому что, ну, вы не пишите ничего этого. И именно поэтому я и говорю, что нужно пройти пару бюджетов. Дальше. У вас есть несколько вариантов поведения в данной ситуации. И первый вариант – это постараться понять маму мужа. То есть, вот, она действует таким образом, потому что у нее есть мотив. И этот мотив не связан именно с вами лично. Мотив связан с тем, что она не принимает того факта, что ее сын с кем-то кроме нее. Она начинает бояться, боится либо того, что останется одна, например, либо чего-то еще, чего мы, к сожалению, не знаем. Вы воспринимаете ее как равную себе. Вы воспринимаете ее как человека, который, ну, находится в равном положении с вами. А это неправильно. Ведь в действительности вы и она находитесь в принципиально разных позициях. Каких именно? Объективно, разность в ваших позициях принципиально заключается в том, что вы молодая женщина, а мама мужа уже пожилая, либо совсем старая. И вы не сможете при всем желании ее переделать. Но вы можете понять ее, игнорировать ее, направить ее энергию в положительное, нужное русло. То есть найти ей какое-то увлечение, найти ей какое-то занятие и так далее. В конце концов, вы можете понять, что те сплетни, которые она на вас наводит, это всего лишь сплетни. И люди адекватные, люди, которые вами дорожат, действительно дорожат. Никогда на эти сплетни внимания не обратят. А если кто-то обратит внимание, то это значит, что человек так или иначе рано или поздно ушел бы от вас, из вашей жизни, и держаться за него не стоит. То есть сплетни в данном случае нужно воспринимать как часть и ваши собственные стратегии по очищению своей жизни от ненужных людей. Вы можете это все сделать при желании. Также вы можете поговорить с своим мужем, выехать с ним немадолго на пару дней куда-нибудь, где вы могли бы побыть только вдвоем. Вспомнить, кто вы друг для друга. Вспомнить, как вы воспринимаете друг друга. Вспомнить о своих чувствах друг к другу. И постараться поговорить. Вы сразу услышите себя. То есть каждый из вас, каждый из вас услышит другого и сделает необходимые выводы. Если вы придете к выводам правильным, если вы придете к выводам интересным, если вы придете к положительным конструктивным выводам, то я думаю, что проблем станет гораздо меньше для вас, конечно же. Понимаете, вы можете выработать с мужем общий некий план поведения. Поведение по отношению к тёше. Ой, к секрету, секрету. И каждый из вас в этом плане будет занимать, ну, определенную роль. И тогда вы сможете сохранить отношения с вашим мужем, не разрушить их. А вы сможете сделать их даже еще крепче, если у вас будет на этом желание. И все это в ваших силах. Безусловно, в ваших силах. Ну, ладно, еще раз говорю, хотеть. Дальше. А если вы с мужем найдете общий язык по данному вопросу, и, условно говоря, о чём тогда говорите, то есть, если вы, грубо говоря, будете действовать, ну, вот, в едином, так сказать, течение, то вы сможете выработать, что можете сделать вы и что можете сделать мучий. Бег откровенной конфронтации, потому что это старая женщина. Старая. И её нужно просто правильно направить. Следующий вопрос, который я хочу вам задать, касается вот чего. Вы пишите, что мужчина делает вид, как будто бы, как должно быть, меня не слушает, не заступается, все время делает меня виноватой. Очень интересная ситуация. Очень интересную ситуацию вы написали. Давайте попробуем подумать так. Чем обусловлена его реакция? Была ли она раньше, эта реакция? Или её не было? То есть, если она была всегда, получается, вы с ней мирились. Если она была не всегда, то, простите, значит, вы перестали с ней мириться. Заникает вопрос. Почему? Почему вы перестали с ней мириться в этой ситуации? Чем обусловлена вот эта вот ваша измена в поведении? Чем обусловлены ваши изменения в поведении? Потому что, если мужчина вёл себя, так всегда, и ведёт себя, как всегда, то это одно. И формально предъявить ему вам нечего. Потому что, ну, он всегда может сказать, а что такого, я всегда себя так вёл, тебе всё нравилось, а сейчас почему-то перестал. И он будет прав. По-своему, конечно же, он будет прав. По своей точке зрения. И вам нужно поэтому для себя определить сперва, что вы сами хотите, что вам самой нужно. Это вот то, что вы можете сделать, как бы это сказать, конструктивно. Теперь предположим, что вы не хотите ничего этого делать, ну, или не можете ничего этого делать. Тогда вам надо понять, что мужчина ничего не делает, никак не регулирует ситуацию. Почему? Потому что ему удобно, ему комфортно, его всё устраивает, и мотивов для того, чтобы что-то делать у него нет. Ну, ага, подумайте сами, зачем ему это делать, если вам столько больно, и всё. То есть вы терпите обиды, молча, молча. Вы, да, вы стараетесь что-то ему объяснить, безусловно, но он вас не слушает. И больше его ничего не делает. У вас нет никакой модели поведения, которая бы как-то кардинально, качественно меняла ваши отношения с мудем. Возможно, он не боится, что вы его бросите, возможно, он решил, что вы так или дальше будете с ним. Неизвестно. Но вопрос к вам. Если всё так плохо, если вас это ущемляет, и вы считаете, что это вам вредит, при всех тех условиях, что я вам уже озвучил, при всех тех тонкостях, что я вам уже озвучил. Если вы всё равно считаете, что это вам вредит, то вы вправе этот вред не терпеть. Вы вправе нейтрализовать этот вред как последовательным поведением. Это значит, что вы говорите своему моду о том, что не желая обвинять, например, его, или не желая обвинять его маму в чем-либо, вы решили заботиться о своих интересах. И если мужчина не собирается что-либо менять, это его право, но вы мириться с тем, что происходит, не будете. Это уже ваше право. И вы начинаете отдаляться от него постепенно. То есть что это, по сути дела, значит? Постепенное отдаление. Постепенно отдалять это значит, что поначалу вы будете держаться обстрадённо, больше времени проводить без него и так далее и так далее. Если вы увидите, что он ничего не меняет, то предложите пожить отдельно. А если он и после этого ничего не изменит, то тогда вы можете предложить развод. И по сути это для вас единственный выход из ситуации в данном конкретном случае. На самом деле у вас нету больше врядов. Либо вы конструктивно пытаетесь тактично выстраивать стратегию по нормализации и гармонизации отношений с мужем. Потому что, ну, то, что мужчина вас навещает, это, в первую очередь, проблема ваших отношений. Это даже не столько проблемы с мамой, сколько проблемами с дувами. Я надеюсь, вы это понимаете. Либо вы действуете по пути, как бы, отстранения, надеясь, что мужчина сам захочет как-то, ну, менять что-то в своём поведении. Здесь вы, конечно, рискуете, но это уже ваше право и ваш выбор. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Подобные рекомендации были общими, они могут быть скорректированы в зависимости от того, какие тонкости, какие нюансы есть в ваших отношениях, в вашей паре, в вашей семье. Но, тем менее, общие они именно такие. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.